про то, кто такие базы данных, зачем они нужны, почему полезно знать SQL. Ну, вообще, идея такая. До сих пор мы сталкивались с разными наборами данных, которые хранились просто, ну, как правило, в каких-то файликах, типа с расширением CSV или, там, может быть, с другими расширениями. Суть в том, что это какие-то достаточно обозримые наборы данных, которые содержат, ну, там, может быть, тысячу строчек, может быть, десять тысяч строчек, но, по крайней мере, есть шанс их просто загрузить в компьютер, загрузить полностью в оперативную память, и в оперативной памяти что-то там с ними делать, группировать, выбирать и так далее. Проблема в том, что не всегда жизнь устроена так просто. Иногда данных много, больше, чем может вместиться, например, в оперативную память компьютера. И при этом, ну, с одной стороны, у всех есть, там, жесткие диски или аналоги, на которые помещается гораздо больше, чем может вместиться в память компьютера. С другой стороны, если у вас данные просто лежат на диске, то в них не так-то просто с ними делать какое-то преобразование. Представьте себе, что у вас есть огромная CSV-таблица, в которой миллионы строк, и которую вы не можете загрузить в память. Целиком. Ну, в принципе, какие-то вещи вы можете сделать даже в такой таблице. Теоретически вы можете, не считывая соответствующий файл, вы можете просто, ну, допустим, я хочу посчитать, вот, допустим, у меня есть в этой CSV-таблице, есть какой-нибудь столбец, в котором и есть, значит, какие-то числа, и я хочу посчитать среднее от всех этих чисел. Но, в принципе, я могу, не считывая весь этот файл в оперативную память, считывать строчку за строчкой и смотреть, что получается. Да, значит, это мы сейчас тоже поговорим. Значит, теоретически вы можете написать код, который будет решать вашу задачку, не загружая все в память. Проблема в том, что, когда задачка становится сложнее, ваш код тоже будет становиться сложнее, вам каждый раз придется придумывать, как это сделать. Представьте себе, что вам нужно посчитать не просто там сумму чисел на средний чисел, а еще как-нибудь загруппировать, как-нибудь чего-нибудь выделить, объединить две таблицы, значит, у вас есть два огромных CSV-файла, и вам нужно как-то данные из одного, преджайнить данному из другого, и дальше какой-нибудь там взаимодействующий. Короче говоря, в реальной жизни так работать с данными неудобно. И дальше возникают разные решения, которые позволяют вам делать запросы к тем данным, которые в оперативную память целиком не помещаются. И есть разные решения. Сейчас это большая индустрия, большую часть которой я не знаю. Я не умею работать с бигдата, вот с настоящей бигдатой, значит, просто потому что у меня нет такого опыта, никогда не приходилось. Но, значит, некоторые из этих решений полезны даже в отрыве какой-нибудь бигдаты. Ну, в частности, таким исторически первым и, пожалуй, наиболее распространенным решением является использование баз данных. Что такое базы данных? Базы данных — это, грубо говоря, ну, по крайней мере, то, что называется реляционные базы данных, это, грубо говоря, набор табличек, похожих просто на обычные пандусовские таблички. Но только они не грузятся целиком в память, они лежат где-то на каком-то, значит, в каком-то хранилище. И у вас есть специальная программа, которая называется там «Сервер базы данных», к которому вы можете обращаться с запросами, и он будет эти запросы выполнять. Запросы бывают разные, и они, в принципе, очень похожи на те пандусовские запросы, которые мы делали. Там, типа, выбрать из такой-то таблицы какие-то столбцы, выбрать из них строки, которые удовлетворяют такому-то критерию, сделать с этими строками чего-нибудь, сгруппировать, сегрегировать, вот это все. Вот. Ну, соответственно, штука, которая дико распространена, она распространена не столько в исследовательской области, в академической области, сколько в такой индустрии-индустрии. Значит, если вы заходите на любой сайт, то с вероятностью, учитывая на близких единиц, если этот сайт не просто одиноко стоящая веб-страница, на котором написана, значит, домашняя страница моей кошечки. В конце 90-х было такое. Все делали домашние страницы. Себя или не только себя. Вот. Ну, в общем, если это что-то более сложное, скорее всего, этот сайт, на самом деле, является просто-таки веб-интерфейсом к некоторой базе данных. Вот. Короче говоря, давайте немножко поговорим про то, как можно работать с базами данных. Значит, в работе с тем, что называется реляционной базой данных, есть такой достаточно универсальный инструмент, как язык SQL. Язык запросов. И давайте с ним немножко поиграемся с помощью Python. Значит, я буду по-прежнему использовать сейчас Jupyter, не буду использовать PyCharm. Значит, смотрите, тут еще нужно знать следующую вещь. Бывают разные серверы баз данных. Бывает какой-нибудь, там, я не знаю, MySQL, очень популярный, потому что бесплатный open-source. Бывает какой-нибудь корпоративный Oracle, бывает какой-нибудь, наоборот, Microsoft SQL. В общем, их много бывает разное. Они используют немножко разные диалекты этого языка SQL. Основы SQL везде одинаковые. Есть разные всякие продвинутые возможности, которые могут немножко отличаться в разных реализациях. Я сейчас для простоты буду использовать не какой-то там SQL-сервер, который где-то там находится, а я буду использовать штуку, которая называется SQLite. Она позволит нам работать с SQL-серверной базой данных, не требуя там настройки никакого дополнительного сервера. Я думаю, вы уже на настраивались на прошлом занятии всяких серверов. Давайте... Можно вопрос? Мы можем потом просто вкратце пробежаться, как бы это выглядело в каком-то приложении. Ну, то есть, не через условно. Если мы подключаемся не через Python, а через какое-то приложение, к любой базе данных, но... А, собственно говоря, она точно так же будет выглядеть. Сейчас увидите. Значит, что мне нужно? Мне нужно... Если я буду использовать SQLite, SQLite встроенный в Python, просто эта библиотечка, значит, что мне нужно... Connect, наверное, не нужен. Да, давайте я сделаю, значит, такую штуку. Я должен создать connection. Connect... Собственно говоря, нужно просто набрать какое-нибудь название файла. Теоретически можно просто работать в оперативной памяти, но давайте я сейчас буду использовать какой-нибудь файл. My database is SQLite. И мне нужен штука, которая называется курсор. Вот. Значит, что сейчас произошло? Я сейчас создал SQLite-овскую базу данных, которая будет храниться просто в таком файлике. Когда этот файлик там внутри себя устроен, нам совершенно сейчас не важно, потому что мы будем обращаться к нему исключительно с помощью вот этой библиотечки. Ну и давайте чего-нибудь сделаем. Давайте создадим какую-нибудь табличку. Начнем с этого. Значит, в одной базе данных могут находиться несколько таблиц. И я буду делать вот такие вот штуки. Значит, вот этот объект C — это некоторая штука, с помощью которой можно взаимодействовать с этой базой данных. Значит, в частности, можно ему говорить, выполнить какие-то SQLite-запросы. Значит, вот я сейчас просто использую C-execute. Это функция, которая выполняет некоторый SQLite-запрос. А самый SQLite-запрос я буду писать в... Ну, это просто обычная строчка. Я буду ее писать просто вот здесь. Значит, ну давайте сделаем какую-нибудь базу. CreateTable, ну какие-нибудь мои стандартные примеры. Значит, допустим, у меня есть какой-то список студентов, в которых есть идентификатор, имя и фамилия. Значит, вот что-то такое сделалось. Нам ничего не отображают, но есть надежда, что баз данных сделала то, что мы ей сказали, а именно создала табличку. В принципе, SQL-ные вот эти запросики, они такие довольно-таки более-менее нормально читаемые. В данном случае понятно, что вам мы сказали. Мы сказали, что мы хотим создать таблицу, которая будет называться Students, и у нее будут вот такие колонки. Теперь можно посмотреть, какие у нас есть таблицы. Значит, точнее, ну, окей, давайте посмотрим, что у нас в этой таблице Students находится. Значит, для этого мне нужно будет запустить другой запрос. Значит, есть специальные запросы Pragma, которые являются такими служебными. Это не запросы, которые делают запрос к конкретной таблице, а это скорее такие мета-запросы. В данном случае я спрашиваю, как устраиваю на таблице Students, и могу получить результат. Значит, результатом выполнения такого типа запросов, значит, смотрите, во-первых, я выполнил этот запрос, а во-вторых, я забрал его результат с помощью вот этого метода fetchAll. Значит, в качестве результата мне возвращается список кортежей, и так будет всегда. Значит, у меня всегда то, что меня возвращает SQL, это всегда какой-то список кортежей. В данном случае это список кортежей с информацией о строчках моей таблицы. Значит, видно, что здесь есть три строчки. ID, FirstName, LastName. Значит, здесь есть какие-то характеристики этих строчек. На самом деле, база данных — это не просто таблицы, они устроены гораздо сложнее, потому что нужно сделать так, чтобы можно было эффективно делать разные запросы к этим самым данным. В частности, для этого в системах управления базами данных есть всякие инструменты типа индексов, значит, это специальные колонки, которые правильным образом индексируют строчки, с помощью которых можно потом проще обращаться. Илья, а это именно строчки, не столбцы? Ой, значит, вот, значит, сейчас. Нам, вот как бы вот то, что нам вернулось, это нам вернулось описание таблицы. Да, нам сказали, что в этой таблице есть три столбца. Но сама вот эта штука, она сама является таблицей. Ну, вообще, в SQL все таблицы. В SQL все, что вам возвращают, это всегда таблицы. Поэтому нам сейчас вернули таблицу из трех строчек. Каждая строчка описывает столбец в таблице students. Страшненько звучит. Окей. Вот. Короче говоря, что вот эти параметры означают, я, честно говоря, сейчас сходу не помню. Значит, какие-то из них означают и индекс это или не индекс, и какие-то еще чего-то означают. Ну, давайте попробуем добавить каких-нибудь значений в нашу таблицу. И сейчас вот как раз мы будем пользоваться SQL-ем. Таким классическим SQL-истым SQL-ем. Значит, execute. Вот я хочу сделать такую штуку. Insert. Значит, я указываю, куда я хочу вставить данные. Дальше я могу указать, в какие столбцы я хочу вставить информацию. И дальше я указываю, какие значения я вставляю. Значит, например, 1. Add a Smith. Только First Name. First, First Name, да. Так, вроде бы выполнилось. Ну, давайте еще кого-нибудь вставим. Другого студента. Bob Smith. И давай теперь посмотрим, что в этой самой базе теперь лежит. Значит, можно сделать следующую штуку. Ну, если мы хотим просто просмотреть таблицу целиком, то можно сделать так. Select звездочка from students. Значит, ну вот, Егор нас предупреждает в чатике, что если у вас таблица большая, то вот такая команда может закончиться чем-нибудь плохим. Значит, да, команду я выполнил, а результат нигде не отобразился, потому что надо сделать fetch all. Значит, в данном случае у нас таблица маленькая, состоит всего из двух строчек, поэтому такую штуку можно сделать без больших проблем. Значит, вернулась ровно наша табличка в виде списочка кортежей. Значит, что вот эта звездочка означает? Звездочка означает, что я говорю, что я выбираю все столбцы, какие есть. Может быть, я хочу выбрать какие-то другие столбцы или столбцы в другом порядке. Например, я могу сказать, что я хочу, допустим, last name, first name. Тоже можно. Илья, а можно быстрый вопрос? Давайте. Можно ли инзертить сразу несколько значений, сразу несколько строчек? По-моему, так, честно говоря, мне кажется, что нет, но я могу ошибаться. Мне кажется, что нужно делать отдельные команды. Но, может быть, я что-то уже неправильно помню. Можно тоже вопрос? А мы можем инсертнуть сразу таблицу в эту систему? Смотрите, на самом деле мы можем воспользоваться следующим фактом. В Pandas есть такая возможность. Значит, Pandas умеет делать... Во, спасибо, да. Значит, все-таки можно добавлять сразу много значений. Можно просто сделать такую штуку. Можно из Pandas экспортировать таблицу в SQL. Давайте это сделаем. Давайте можем создать какую-нибудь новую табличку. Допустим, сейчас скачаем какую-нибудь табличку, которую мы уже использовали. Скажем. Илья, а не могли бы вы напомнить Hotkey, чтобы сразу как комментарий выделить несколько строчек в Anaconda? Сейчас я вспомню. Значит, у меня под молоком это commande slash. Значит, может быть, под Windows может быть control slash. Да, все, получу. Спасибо. Так, давайте... Интересно, есть тут что-нибудь? Или... Этот файлик тоже погиб. Погиб. Ладно, сейчас я этот файлик найду и верну его на сервер. Секунду. Ну... Я не найду, ладно, давайте попробуем из какого-нибудь другого источника этот файл раздобыть, сейчас, может быть, мы его уже, хочу конец СВ-ку, МДБ, МДБ, 5000 мови датасет. Продолжение следует... Так, значит, мы с этим датасетом уже работали, ну и давайте его просто запихнем в SQL, значит, вот эта функция позволяет сохранить DataFrame, позволяет его сохранить просто в табличку, давайте мы ее... Или они могли бы ссылку в чат скинуть? А, да, точно, сейчас скину. Так, чат, чат, чат... Да, скинул. Так, значит, давайте передадим ему коннекшн соответствующий. Вот так вот. Давайте посмотрим теперь, как выглядит соответствующая таблица. Ну вот, пожалуйста. Это наша таблица, только превращенная в базу, значит, в базу данных. Вот, здесь видно, что разные переменные имеют разный тип, точно так же, как в Pandas. В базах данных, значит, столбцы, они бывают разного типа, причем тут это даже в какой-то мере более жестко, потому что, если, например, вы в базе данных выделили под какой-то столбец, там, допустим, определенное количество, определенное количество символов, то больше вы туда можете не поместиться, это вызывает всякие ошибки. Ну, кажется, в SQLite такого ограничения нету, там, если и есть что-то текстовое, то оно сколько угодно, значит, может как угодно расширяться. А, допустим, в MySQL такое, по-моему, есть. Поэтому не во всякое поле можно, не на всяком сайте, не во всякое поле можно ввести сколько угодно длинные строчки. Вот. Значит, вот запихнули мы теперь сюда такую табличку. Давайте с этой табличкой чего-нибудь делать. Вот. Значит, давайте для начала можно выделить... Илья, можно уже вспомнить, секунду. Я Panda заимпортировал, следующая строчка, где читать ССВИшку не работает. Та же самая ссылочка. Та же самая ссылка и не работает? А, нет, сейчас. Она отличается вот. Я как-то случайно не туда попал. Да, все, все, спасибо. Да? Еще вопрос был? Уже не было. Хорошо. Едем дальше. Так, давайте что-нибудь сделаем с этой табличкой. Или есть обратная совместимость? Вот мы сейчас из Pandas перешли в SQL, можно из SQL перейти в Pandas? Ну, смотрите, вы всегда можете сделать такую штуку, select звездочка from movies, fetch all, и дальше вы получили, значит, вы вытащили всю эту таблицу в виде просто списков кортежей. После этого вы можете сделать PdDataFrame от этого дела и получить соответствующий DataFrame. Ну, единственное, что вы потеряли название столбцов, но эти названия... Ну, их можно, да, отдельно. Их тоже можно вытащить. Я не исключаю, что есть какой-то более хороший способ превратить... Сейчас, а может быть, в самом Pandas есть какой-то способ, типа from SQL. Нет такого? Read, read... Read, SQL, read, SQL table. Ну, интересно, вот что read, SQL table нам сейчас выдаст? Что просто... А, вот, смотрите, можно просто вот так сделать. Есть просто обратная операция. MyScon. Он хочет SQL Elchemy. Ну, ладно, это отдельная история, да. Не хочет он нам выдавать просто из обычной SQL-ки. Хорошо, а что такое read SQL? Это он что хочет? SQL Elchemy – это то, что магия вот этого вот SQL. Это отдельная история. Значит, SQL Elchemy – это следующая штука. Смотрите, сейчас мы пишем всякие запросики ручками. А SQL Elchemy – это такая библиотечка, которая делает то, что называется ORM. Значит, она позволяет создавать питоновские объекты, которые связаны с записями в базе данных. То есть вы как бы средствами питона говорите, я хочу создать нового пользователя. И, с одной стороны, у вас одновременно появляется объект в вашем питоне, класс пользователь. А, с другой стороны, ему автоматически создается строчка в базе данных, или даже, допустим, в нескольких таблицах, может быть, эти строчки создаются, которые, значит, связаны с этим объектом. И, значит, если дойдем до этого, я, может быть, расскажу про это самое SQL Elchemy. Не зря же мы про объектно-ориентированное программирование изучали. Но пока что я хочу просто показать немножко синтаксиса самого по себе SQL. Честно говоря, у меня тут немножко смешна личная история моего освоения всей этой штуки. Значит, я до прошлого года не знал никакого SQL, несмотря на то, что довольно долгое время имел какое-то отношение к какой-то веб-разработке. Но как-то всякий раз, когда мне нужно было что-то сделать на чистом SQL, я всякий раз терялся и, значит, приходилось что-то придумывать другое. В 2015 году я, так и не выучив SQL, написал тот сайт, на котором у нас сейчас домашки проверяются. И там используется, естественно, база данных. Но там используется как раз SQL Elchemy. И она позволила мне, не зная SQL, использовать базу данных. Но потом я в какой-то момент все-таки решил, что надо рассказать. Собственно говоря, в прошлом году в первый раз читался этот курс в длинном формате. Я решил, что надо все-таки, уж студентам-то надо рассказать про SQL. Им это пригодится в жизни. С большой вероятностью. И таки сам чуть-чуть разобрался с тем, как он работает. Рассказал и с тех пор не жалею, что разобрался. В разных ситуациях мне это теперь пригождается. Но сейчас я хочу просто показать, как устроить синдексы с SQL. А потом, может быть, поговорим про более высокоуровневые подходы. Давайте я попробую все-таки еще раз считать эту SQL-штуку. Значит, чего мы хотим? Red SQL table, Red SQL query. Ну, понятно. Нет, видимо, он все-таки хочет SQL Elchemy исключительно. Совсем просто не получается. Ну, ладно. String or SQL Elchemy selectable. Ну, хорошо. Сейчас, может быть, можно ему сказать так. Допустим, если я скажу, что это select звездочка from movies, а в качестве selectable, значит, а в качестве connection я передам мой connection. Вот так вот, что будет. А, вот, смотрите, так нормально. Красота. Значит, восстановили назад табличку из базы. Так, давайте теперь, в принципе, кстати, это удобно, потому что можно теперь делать разные запросики и просматривать результат прям сразу в виде пандасовского датафрейма. Давайте я так и буду делать, потому что результат получается посимпатичнее, чем смотреть на результат выполнения команды fetch all. Значит, давайте еще какой-нибудь запросик сделаем. Допустим, я хочу не... Чего сделать? Ну, например, я хочу запросить не все, а только первые 10 строчек. Значит, можно сделать вот так. Значит, ограничили первыми 10 строчками. Бывает очень полезно, особенно если у вас миллиард записей, миллиард строчек в базе данных. Можно делать более хитрые запросы. Например, select звездочка from movies. Ну, давайте какой-нибудь более хитрый запрос сделаем. Скажем, where, допустим, director name равняется James Cameron. Заработает, не заработает. Заработало. Ну, очень похоже на соответствующие пандасовские запросы, как видите. Шесть фильмов с James Cameron у нас здесь есть. Дальше. Можно делать даже какие-то более сложные вещи. Например, давайте представим себе, что я хочу найти, скажем, среднюю от какой-нибудь величины. Можно использовать какие-то функции. Например, я хочу найти среднюю продолжительность. Я могу сделать вот такой запрос. Получается одна строчка. Ну, потому что у меня вот такое вот одно среднее. Заметьте, что в данном случае операция, которую я здесь попросил сделать, это усреднение. Она как бы выполняется на сервере. То есть теоретически я мог бы, опять же, если у меня есть огромное количество записей, и я понимаю, что в память они все не влезут, а среднее посчитать хочется, я теоретически могу отправить такой запрос на сервер, и сервер вроде как должен все это сделать и вернуть мне ответ. Тут возникает такая проблема, что есть классическое эссе Джо Лиспольского, автора, ну, человека, который создал Stack Overflow сайт, значит, о том, что все абстракции ликки как это перевести по-русски, протекают. Смысл такой, что когда люди придумали SQL, они его придумали как некоторый такой язык для описания того, чего мы хотим получить. Вот есть как бы обычный код на питоне, в котором написано, что вы хотите сделать по строчкам. Первый шаг, второй шаг, третий шаг, четвертый шаг, пятый шаг. И это называется таким императивным подходом. А есть другой подход, который состоит в том, что вы как бы описываете, чего бы вы хотели получить. И это называется декларативным подходом. И изначально идея была в том, что человек, который пишет какой-то запрос на SQL, он находится в такой декларативной парадигме, то есть, что он описывает, что бы он хотел получить, а как именно это сделать, в каком порядке, какие действия выполнять, это уже забота SQL-сервера. И теоретически пользователь вообще может об этом не думать. Ну, на практике если у вас огромная база данных, огромная и сложно устроена, то все это не совсем работает, а именно вы можете сделать какой-нибудь запрос, который повесит сервер, а можете сделать запрос, который приведет к ровно к такому же результату, но из-за каких-то особенностей того, как он устроен, будет выполняться, допустим, гораздо быстрее или наоборот гораздо медленнее. это такая философия. По крайней мере, мы точно знаем, что вот эту штуку мы можем серверу отправить, если у вас не миллиард записей, а чуть поменьше, то, может быть, вы сможете ее выполнить, может быть, сервер ее сможете выполнить, даже если вы не сможете, даже если вы на своем компьютере не могли бы это сделать. Давайте попробуем еще что-нибудь сделать веселенькое. Чего еще хочется, какие еще хочется запросики поделать? Мы можем как-то искусственную вторую таблицу туда добавить? Добавить? В каком смысле добавить? Значит, поменять эту таблицу или добавить другую таблицу в базу? Чтобы как-то джойнить, можно было. А, джойнить. Сейчас, до джойнов сейчас дойдем. Это отдельная история. Так, давайте, давайте пока с одной таблицей разберемся. Чего еще хочется от одной таблицы сделать? Ну, давайте еще очень погруппируем. Значит, это выбор по выбор по условию. надо сказать, что в SQL отсутствует такое, отсутствует встроенное понятие номера строки. у вас строка, она как бы и идентифицируется, вот если я просто делаю, значит, execute select for movies допустим, у меня нет 10. вот здесь у нас есть, у каждой строчки есть вот этот вот первый элемент, число. Но это исключительно потому, что мы в явной форме создали соответствующий столбец, столбец ID или индекс, индекс, скорее всего, называется. давайте посмотрим, Давайте вернемся к описанию. Вот. Видно, что здесь в описании этой таблички вот есть вот эта самая первая штука, которая называется индекс, но это просто отдельный столбец, то есть в отличие от Pandas, где есть отдельное понятие индекса, в SQL такого понятия нету, то есть это как бы просто отдельный столбец, который в какой-то мере не лучше, не хуже других, хотя в какой-то мере он от них отличается. Значит, ну давайте еще что-нибудь сделаем, допустим, что я хочу сделать. Значит, такой выбор понятно, как делается. Можно как-то удалять строчки? Можно. Можно удалять строчки, давайте удалим какую-нибудь строчку. Значит, execute так, значит, удалять, удалять. Сейчас, значит, дроп, с помощью дроп можно удалить вообще всю таблицу. Это мы сейчас не хотим делать, а для того, чтобы удалить строчку, нужно использовать delete. Значит, синтаксис такой. Delete from movies. И дальше нужно указать, по каким критериям мы будем удалять. Значит, опять же, просто так сказать, что я хочу удалить с точки с номером такой-то нельзя, но можно сказать, например, что я хочу удалить from movies строчки, где выполняется такое-то условие. Например, индекс равен единице. Допустим, нулю. Мне нравится что-то. Что мне мне нравится? Ну, у нас есть индекс. У меня должны точно написать три типа all from, ну, то есть вот эту звездочку там. Нет, нет, смотрите, вот эта звездочка, которая здесь была, вот эта звездочка, это звездочка, которая означает все столбцы, и она не означает все строчки. После команды select идут названия столбцов. а здесь мы говорим, что мы хотим просто удалить строчки по камере по идее. Значит, что ему не нравится с этим индексом? Ладно, давайте попробуем сейчас не индекс использовать, а допустим, я хочу все фильмы с Джеймсом Камероном грохнуть. По камере соответствующий V вроде бы сработал. Индекс случайно не в кавычках нужно записать? Мне казалось бы, что нет. Так, ну вроде бы удалил. Давайте посмотрим, что получилось. У вас же Джеймс Камерон это господи, имя столбца, а не строчки. Значит, вы должны на другом месте его ставить? Нет, сейчас, смотрите. Значит, здесь я просто сказал, что я удаляю все строчки из Movies, где выполняется вот это условие. Директор name Джеймс Камерон. Тут вроде бы все должно быть более-менее понятно, и вроде бы оно даже сработало так, как надо. Значит, по камере я его теперь пытаюсь получить, и видно, что у меня нет таких строчек. Получается, вы изменили базу, копию базы? Каком создалась копия? Сейчас, нет, я изменил ту базу, которая вот есть сейчас, которая сейчас реально существует. При этом, значит, не факт, что эта база изменилась в виде файла. Для того, чтобы информация записалась в файл, нужно сделать вот такую вещь. Вот теперь записалась. Вот, но, в принципе, вот то действие, которое я здесь сделал, это действие, которое уже произошло с моей базой, значит, никакой копии базы не создавалось. Сейчас, стоп, а в какой файл мы записали? Вот в самый верхний, тот, который... А вот в самом начале, когда мы базу открыли, вот здесь, она называется mydatabase.esquite. И это теперь датабейс, которая хранится в той же папке? ну, можно посмотреть. Значит, есть, вот, mydatabase.esquite. Вот. Я могу, допустим, сейчас все здесь закрыть, потом открыть и снова считать эту базу. А, в итоге-то как удалять по индексу и почему это не работает? Так, по индексу. Давайте сейчас попробуем удалить по индексу чего-нибудь. Значит, почему он у меня не сработал? Может, там индекс текстовый? Ну, допустим, у меня... Так, у меня есть с индексом один. Давайте попробуем. Так, неориндекс и синтекс эрор. Казалось бы, индекс должен быть не текстовым. Окей. Я понял. Значит, история такая. Слово индекс в SQL имеет специальный смысл. поэтому, если у нас столбец... Поэтому, если у нас столбец... Сейчас, Никита, посмотрю. Значит, если у нас столбец, который называется индекс, то чтобы он правильно обработался, нужно поместить слово индекс в квадратные скобки, как бы таким образом заэкранировать его. После этого этот индекс становится просто названием столбца. Теперь удалили. Можно проверить заново. Что-то нет такого. удалили. Так, параметры... Значит, вот здесь. Да. Так. Все, я... Сейчас, секунду, дайте проверю. У меня есть гипотеза. Все, починилось. Опять, такой же вопрос. все. Хорошо. Так, поудаляли. Давайте, чего еще можно сделать? Еще можно, на самом деле, еще можно поменять значение. Смотрите, допустим, я хочу взять и чего-нибудь модифицировать. скажем... Ну вот почему-то мне захотелось... скажем, по какому-нибудь условию, допустим, везде, где colorNone. Интересно, что этот NONE обозначает. Ну, подайте, посмотрим. Значит, если я хочу... Настоящая NONE или это строчка такая? Настоящая NONE. Так, с NONE отдельная история. Вспомним бы еще что с ними делать. Значит, SQL... Ага, они называются NONE. Where is not missing? Так, ну вот я, честно говоря, не очень понимаю, чем отличается Missing от NONE. Ну-ка, давайте посмотрим. Ни чем. вроде должно работать. Ничем. Это одно и то же, да? Значит, select звездочка from movies, допустим, where color is null. Да, похоже. Вроде бы это то, что нам нужно. И, допустим, я здесь хочу заменить... Допустим, я хочу везде, где в color был null, это SQL-ный, значит, SQL-ное обозначение для пропуска одной из... Одной из... Значит, допустим, я хочу там что-нибудь другое написать. Я могу это сделать так. Изотмиссинг, кстати, не работает. Это, видимо, не на SQLite. Ага. Так, update... значит, update movies. Дальше нужно сказать, что я хочу установить, например, set color равняется unknown where color is null. Интересно, правильно я написал или неправильно? Ну, сейчас посмотрим. По крайней мере, не ругается. Давайте посмотрим, что получилось. У нас вроде заработало. Значит, обновить таблицу movies, установить такое-то значение такого-то столбца, применить это строчкам, которые удовлетворяют такому-то условию. так можно модифицировать табличку. Чего еще можно сделать? Ну, давайте сделаем, давайте посчитаем какие-нибудь то, что в Pandas делается с помощью группировки агрегирования. Давайте попробуем посчитать посчитать среднюю продолжительность fg duration. Например, я хочу сгруппировать их по режиссерам и для каждого режиссера посчитать среднюю продолжительность. Ну, и давайте, чтобы было более обозримо, давайте вот по цвету. Значит, select color и среднюю продолжительность from movies group by color. Правильно? Да, заработало. Хорошо. Вот. Это, соответственно, аналог группировки агрегирования в Pandas. Можно применять математические методы в сете? Значит, в сете... Давайте попробуем. То есть, как, например, применить какую-нибудь случайную функцию математическую, которую мы сами создали, к каким-то элементам столбца. Смотрите, значит, тут вот когда вы делаете такие штуки, уже возникает вопрос, а что именно умеет ваш сервер? Потому что вот все, что я сейчас делаю, это я отправляю запрос на сервер. Ну, в данном случае сервер такой условный, это кусок того же самого, как бы, это некоторая библиотечка, которая подключается к тому же самому Python, но это могут быть сервер, который стоит где-то вообще в другом месте. Так или иначе, возникает вопрос, а что умеет делать наш сервер? Он умеет делать далеко не все то, что мы умеем делать в питоне. Значит, я думаю, что если я скажу, что я хочу увеличить значение какой-нибудь переменной, вот, допустим, я хочу взять и там, где цвет неизвестен, скажем, увеличить вдвое значение duration. Вот я думаю, что такую штуку я могу сделать. давайте попробуем. ConExecute, значит, update movies set, например, duration равняется duration на 2, where color равняется посмотрим, заработает. По крайней мере, не заругался. Давайте посмотрим, что получилось. Ну да, видно, что удвоилось. Значит, по крайней мере, вот такую операцию она умеет делать. Сможет ли она сделать какую-то более хитрую операцию? Ну хорошо, давайте попробуем экспонент посчитать. На самом деле, можно просто проверять, чего она умеет, какие функции она понимает, таким образом, можно их в Select писать. Допустим, от duration from movies limit 10. Понимает она такое? Не, не понимает. Нет такой функции exp. Ну хорошо, допустим, 2 в степени duration. Нет, такое она тоже не понимает. Там по-другому степени, вот так. тоже она рекомендаст стокен. Ладно, если это не поможет, то одно из двух, либо в Esquilite вообще нет степени. Какой вообще арифметические операции поддерживает Esquilite? нет. Нет. ну это, конечно, хорошо. Ну ладно, побитные операции нам сейчас не очень нужны. Globe, Between, Regexp. Что-то я боюсь, что Esquilite не очень хорошо дружит с математическими функциями. String, Window Function, AVG, Account, Max, Min, Sum, Math Function. Ну, если верить первому сайту в Гугле, то из математических функций здесь есть Apps, Random и Round. Мы можем умножить столбец на себя. Умножить столбец на себя можем, да, наверняка. Но я хотел в другую сторону хотел два возвести в степень, а не столбец возвести в квадрат. Это мы можем. Это, я думаю, не должна быть проблема. Ну да, это, это, это вроде работает. Ну, то есть, такие, арифметика работает, более сложные штуки, ну, извините. Возможно, что в более продвинутом SQL-сервере будет больше математических функций. Не знаю, можно посмотреть, например, если я хочу, допустим, взять просто MySQL, какие есть Mathematical Functions. Sail, Floor, Mode. Ну, да. тут жить гораздо лучше в MySQL. Ну, в общем, тут уже возникают особенности конкретных реализаций. Вот, ну, как видите, можно. Что-то, что-то такое делать можно. Так, давайте еще какую-то штуку я хотел показать. Значит, я хотел показать, дайте я пройдусь по своим шпаргалкам. О, давайте я покажу интересную штуку. Значит, Power, я, Power, я, по-моему, сейчас, ну-ка. не работает. Нет, ну, видимо, математика в SQLite сильно ограничена. хорошо. Case when. Так. чтоб я сам знал, как эта штука работает. Сейчас, хотел показать, хотел показать довольно опасную штучку, но, ладно, давайте вот, что я сделаю. А, вот, слушайте, еще про одну базовую вещь сказал, забыл сказать. Значит, сортировка. Ну, сортировка, все более-менее понятно. есть такая штука. Допустим, я хочу сделать select звездочка from movies. Это называется order by, например, duration. Ну, хорошо, давайте сделаем тушку от лимит. Так, чем мне нравится? А, то, что я не там запускаю. Значит, вот я отсортировал, ну, давайте я буду использовать сразу пандасовский. Значит, это я отсортировал по продолжительности. Так, и получил сначала все кинаны. Давайте попробуем отсортировать в обратную сторону. кажется, вот так должно быть. Да. Значит, если не указать, как-то он сортирует по возрастанию, если я хочу по убыванию, я добавляю ключевое слово desk, и теперь он сортирует по убыванию. сортим. Может, пожалуйста, еще раз повторить, что такое desk? Просто я указываю, что я сортирую по убыванию. Значит, descending. Вот так он сортирует в другую сторону. Спасибо. Да. Вот. Хорошо. так select distinct да есть такая штука значит это аналог unique в pandas если мы хотим посмотреть например все возможные значения которые принимают скажем color можно сказать что мы хотим значит допустим сильно distinct color from movies заработает так заработал значит так он возвращает всевозможные уникальные строчки ну то есть если например напишу select distinct скажем color запятая директорный то это он не возвращает всевозможные пары всевозможные уникальные пары цвет имя режиссер значит давайте еще одну штуку еще одну довольно странную штуку я покажу точнее не то чтобы очень странную смотрите значит допустим что я хочу сделать какую-нибудь группировку агрегирования значит допустим я хочу сделать такую вещь скажем average duration from movies и допустим я хочу сгруппировать по режиссером грубой директорный так давайте еще директорным добавлю а теперь давайте предположим что я хочу выбрать из вот этой таблички выбрать только те строчки в которых вот это самое среднее будет там больше чего-нибудь или наоборот меньше чего-нибудь какое-то условие вот на это вот агрегирующую штуку если по нас если бы это все было бы в пандус то мы просто бы сделали бы два как бы запроса мы просто сказали что сначала нам сделать большую таблицу потом из этой таблицы можно было бы выбрать дополнительным запросам выбрать отдельные строчки в искать можно это все сделать одним запросом и чего напрашивается напрашивается чем-нибудь вот в таком роде допустим меньше 70 а значит почему так не работает почему вот такой почему такая штука не работает но она не работает скорее всего пришла с не создана еще в момент сортировку момент вот сортировки это колонка это столбец ну да да и его пишешь на других других типах серверов работает интересно значит тогда тогда там будет получается в арне не должна отличаться от хэвинг ну ладно смотрите значит дело в том что тут не специфический порядок обработки вот этих самых команд он устроен не я вас извините пожалуйста я вас обманул потому что так ты ну то что когда мы группируем нужно хэвинг что здесь происходит здесь значит мы вот к тому к тому моменту как мы делаем вот эту вот штуку на самом деле вот эта штука выполняется до того момента как сделана вот эта штука вообще в отличие от�terum а где порядок исследования операции более-менее понятие он сверху вниз или там если применяется набор операции через точку, как часто бывает в Pandas, это тоже все более-менее понятно. В SQL порядок следования операций не очевиден из самого текста. Тут просто нужно знать, что, например, вот это VR будет выполнено до того момента, как должна быть выполнена вот этот groupby. И вообще вот этот VR, он как бы выделяет те строчки, которые у нас изначально. Вот мы изначально фильтруем нашу базу, выбираем эти строчки, потом среди этих строчек будем группировать. Я хочу наоборот. Я хочу теперь сгруппировать, но только не те строчки, которые у меня были изначально, а те строчки, которые у меня получились после агрегирования. Для этого мне нужно вместо VR использовать другую команду, которая называется having. Вот эта штука сработала. Теперь я отфильтровал уже получившуюся таблицу, отфильтровал по вот этому условию. Можно, кстати, переименовывать. Не помню, сработает так или не сработает. Да, сработало. Значит, столбцы можно переименовывать вот таким образом. В селекте можно писать так. Здесь ваше исходное выражение S, а дальше как вы его хотите называть. И вот видно, что вот это... Попробуйте не в having, а в V. Ну, то есть, вот другой селект. По-моему, вот V, оно не работает, когда вы переименовываете столбец, а потом уже сортируете по переименовыванию. А, правильно, это понятно, да, в это я охотно верю. Значит, действительно, вот такая штука не заработает. Значит, например, если я говорю, что я хочу выбрать, скажем, director name duration from movies, а потом я, допустим, хочу, допустим, duration as dur from movies where dur меньше 100. О, нет, сработал. Почему сработал? А, select. Select сработал первым, а потом сработал where. Ну, ладно, может быть. Сработал. Ну, это вроде как плохо, теоретически, то, что select работает первым. Потому что, получается, всю таблицу грузит в любом случае. Как-то странно. Да, по идее, select должен работать совсем не первым. По идее, первым должен работать from. Не знаю, возможно, это какая-то особенность SQLite, что он понимает, что если я вот здесь написал вот так, то я не думаю, что он выполняет этот select первым. То есть, я думаю, что он просто анализирует синтаксис этого запроса, понимает, что я буду обращаться к этому duration как dur, и позволяет его использовать в этом where. Короче, черт ногу сломит в этом вашем SQLite. Так, ну что, значит, какие еще есть тонкости? Как найти количество столбцов, например, в получившейся табличке? Или строке? Да, есть такая штука, называется count. Значит, можно, например, посчитать... Вообще, самый простой, как бы стандартный способ, вообще, если вам нужно... Например, можно сделать такую штуку, select count звездочка, where, допустим, color равняется... Какие у нас там бывают цвета-то? Что-то unknown. Нет? Чего не нравится? Execution failed. Так, видимо, он называется не color, а... Как он называется? А, потому что я не сказал, откуда. From movies... Так, чем мне нравится? А там точно звездочку? Мы же по строчкам должны искать. Нет? Ну, возможно, ну, не обнов... То есть, стерлось то, что мы обновляли на unknown. Что-то оно стерлось. Ну, да, и правда, почему-то нет... Ну, ладно. Сейчас, а какие... Окей, хорошо. Select distinct color from movies... Да, она почему-то снова вернулась в NAN. Не знаю почему. Может, в какой-то момент я что-то сделал с базой. Нет, непонятно. Вот. Но, по крайней мере, вот так работает. Значит, count позволяет посчитать, сколько у вас данных элементов. Ну, на самом деле, count считает, кажется, сколько элементов, которые не null. Давайте посмотрим. Допустим, если я хочу посчитать не count, вот, допустим, если я хочу такую вещь посчитать. Или у меня неправильное воспоминание. Значит, если я хочу посчитать count color. Ну, да, видно, смотрите, что count звездочка выдала мне вот такое число, а count color выдала вот такое число. На самом деле, разница между ними будет в точности... Кстати, интересно, можно написать вот так? Можно. Разница 19. Для проверьте, можно в каунте условия выставлять, типа color равно. Вот внутри каунта. Внутри каунта. Сейчас посмотрим. Допустим, color равняется... Так, ну, это не то, кажется, это не то условие. Я думаю, что это условие так не работает, потому что мне кажется, что count считает количество не null, поэтому ему неважно, true или false здесь получается. Может быть, можно здесь написать какой-нибудь кейс, который сделает соответствующую проверку. но мне кажется, что проще это перекинуть сюда. Я думаю, что вот это число 19 – это количество ровно тех... Давайте попробуем. Color is null. Это ровно количество тех колоров, которые null. То есть вот этот каунт считает количество тех строчек, где соответствующий столбец имеет значение не null. Ну, вот такая вот штука. Как видите, по возможностям очень похоже на то, что есть в Pandas, но, правда, есть какие-то свои ограничения. А еще есть немножко странноватый синтаксис. Не то, чтобы он был сильно сложным, по крайней мере на том уровне, на котором мы сейчас с ним работали. Мы там далеко не все обсудили по синтаксису. Мы не обсуждали join, не обсуждали сложные запросы. Но продолжим в следующий раз тогда. И есть ли какие-нибудь вопросы по поводу всего этого дела? А вот глобально зачем это надо? Представьте себе, что у вас есть табличка, которая вот такого же типа табличка, только в которой не 5000 строчек, а 5 миллионов строчек или 50 миллионов строчек. Ну, как вы с ней будете работать? Кажется, положить ее в такую базу, работать с помощью SQL, это довольно такой безошибочный подход. Вот, не единственное возможное. Есть разные другие инструменты. Например, если у вас есть просто CSV-шка, очень большая, то вы можете использовать штуку, которая называется Dusk, которая является попыткой сделать что-то похожее на Pandas, только они не загружают все целиком в память, а позволяют работать с кусочками большого файлика. Но SQL-это такая универсальная вещь. Более любую информацию можете положить в SQL-таблицу, а дальше с помощью SQL-запросиков достаточно эффективно ее оттуда доставать. Ну, вот, наверное, такой короткий ответ. Ну, плюс ко всему, смотрите, сейчас мы работаем с какими-то данными, которые мы сами там откуда-то получили, с какой-нибудь таблички. Представьте себе, что у вас какая-нибудь корпоративная система, в которой хранится там информация про все транзакции, которая какая-нибудь компания сделала за последние 10 лет. Ну, скорее всего, там тоже будет какой-нибудь SQL, но это вот как раз как Егор говорил, там если сделать случайно селег-звездочка, то можно всю эту систему подвесить вообще напрочь. Но тот язык, на котором вы будете с такой системой взаимодействовать, это будет как раз SQL. Как создавать столбцы? Вроде бы этого не было. Это правда, потому что создавать столбцы нельзя. Значит, можно, конечно... Вроде бы это похоже, вот когда мы создавали average duration. Вот буквально то, что сейчас на экране. Смотрите, значит, тут суть в том, что вот та таблица, которая нам возвращается вот здесь, это как бы результат выполнения запроса. Это тоже таблица, но это не таблица, которая хранится в базе данных. В базе данных хранится таблица, которая... Значит, вот для каждой таблицы в базе данных хранится некоторая метаинформация, которая называется ее схемой. Ну, сейчас схема, наверное, относится ко всей базе. В общем, короче говоря, про каждую таблицу написано, какие у нее есть столбцы, какие типы столбцов и так далее. В принципе, все это можно менять. Значит, как непосредственно добавить столбец к существующей... Да, вроде бы можно. Значит, для этого нужно модифицировать таблицу. Это делается с помощью alter. Я сейчас нагуглил. Значит, давайте попробуем что-нибудь добавить. s, значит, c, execute, alter table, moves, допустим, add... myRating, и можно указать тип, например, целое число. О, смотрите, получилось вроде бы. Давайте попробуем теперь получить чего-нибудь. select звездочка. Ну да, вот появился, значит, столбец myRating. Заполнил пока на нами. Короче, вот, вот так можно это сделать. Но это, как бы, скорее такая довольно нетипичная ситуация, когда вам нужно модифицировать таблицу. То есть, конечно, бывает, когда вам нужно это сделать, но, в принципе, предполагается, что в базе вот таблицы созданы, она дальше там живет, у нее могут модифицироваться строчки, добавляться строчки, модифицироваться и так далее. А вот модификация количества столбцов – это такая серьезная операция, которая, может быть, не так часто нужна. Так, давайте еще вопросы. Хорошо. Ну, тогда, наверное, на сегодня все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok